В эфире телекомпании Круг новостей с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Сгоревшие здания, колледжи экономики и ресторанного бизнеса в мэрии предлагают отдать областному архиву. Денег на восстановление пока нет Дача Морозли в Одессе. Консультативный совет не смог аннулировать свои решения о застройке Разрушается памятник архитектуры. Старинный особняк Ильи Яловикова. Здание на улице Дедрихсона заброшено и не охраняется По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины на 5 марта в Одесской области зарегистрированы 87 582 случая COVID-19. Из них 39 524 человека – жители Одессы. За последние сутки COVID-19 заболели 192 одессита. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 270 пациентов с COVID-19. Из них 83 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 187 пациентов. Из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на коронавирус. Зарегистрированы 6 новых случаев заболевания у детей. Судьба сгоревшего здания колледжа экономики и ресторанного бизнеса остается неясной. Хозяева Министерства образования и культуры Академии наук восстанавливать его не собираются. Городская администрация предлагает отдать помещение общественному архиву. Реального плана с бюджетным финансированием нет. После пожара прошел год и три месяца. Здание пережило две зимы с дождями и снегом. Предыдущий губернатор обещал добиться установки временной крыши и проведения технической экспертизы. Его планы ушли вместе с ним. Новый глава областной администрации Сергей Гриневецкий еще в декабре говорил о необходимости проверить состояние фундамента. Кроме предположений о его аварийном состоянии никакой информации до сих пор нет. А безосновательные предположения эти играют на руку только потенциальным застройщикам. На недавнем заседании комиссии городского совета по вопросам коммунальной собственности, экономической инвестиционной политики и предпринимательства огласили предложение Министерства образования и науки принять здание в коммунальную собственность. Областная администрация предлагает разместить там областной архив, который до сих пор остается в аварийном здании бывшей Бродской синагоги на углу Пушкинска и Жуковского. Предложение поддержал городской голова, а принять решение должна сессия. О самом главном финансировании проекта в городе и области почему-то не говорят. Если после передачи здания в муниципальную собственность денег вдруг не найдут, руины простоят еще год-другой и остатки памятника архитектуры снесут на радость застройщику. Не исключено готовиться именно такой план. Консультативный совет не смог аннулировать свое решение о застройке дач Морозли. Сейчас уже началось строительство курортно-оздоровительного комплекса с помещениями общественного значения и подземным паркингом. По крайней мере так, в градостроительных условиях отмечает частная компания застройщик бульвар 1906. Наряду с будущими высотками три исторических здания – дача Морозли, Фабрицкого и Андреевского. Последняя пока закрыта строительным забором и может пойти под снос. Напомним, все три здания – пример редкой архитектуры 19 века. Размещен комплекс в самом начале улицы Успенской на Лидерсовском бульваре 13. Древние памятники всегда привлекали туристов и для одесситов были неотъемлемой частью исторической самобытности родного города. Но печаль и состояние, до которого их довели на глазах у местных властей. Последние памятники будто осознанно не реставрировали в ожидании выгодного клиента на очередную позорную застройку. В итоге у территории появился временный владелец с нехитрыми коммерческими планами. Причина – исключение в этой проектной документации ее границ с охранной зоной и отсутствие у нее, по мнению застройщика, статуса памятника. Именно поэтому горожане неоднократно выходили на акции протеста и выступали за сохранение этих исторических зданий. Одним из документов, благодаря которому удалось получить разрешение на строительство – одобрение консультативным советом в 2019 году упомянутой проектной документацией. Поэтому был собран консультативный совет. Часть собрания решила поставить на голосование вопрос аннуляции такого решения. Однако за почти три часа дискуссии этого так и не произошло. Инициатором голосования стал архитектор Николай Чепелев. По его словам, в 2019 году члены консультативного совета, среди которых был и он, не досмотрели ошибки в документе и возможные последствия. Этот вопрос очень деликатный, сложный и важный для нашего города. Все уже слышали, что планируется строительство на территории дач Морозли. Частично эта застройка была возможна из-за согласованной документации зон охраны этой территории. По мнению Ассоциации архитекторов Одессы, она разработана с ошибками. «Мы проанализировали ее и пытались убедить совет отменить решение о ее голосовании», – рассказал Чепелев. Главной ошибкой, по мнению архитектора, стало отсутствие охранного статуса у дачи Андреевского. В этой документации она не указана как памятник и, соответственно, не показана ее охранной зоной. А мы аргументировали, почему считаем это здание памятником, добавил он. Зато другие члены совета убеждены, прежде чем отменять документ, нужно его проанализировать. Объективно это может сделать третья сторона, например, специалисты из Киева. В то же время в ходе дискуссии юрист застройщика подчеркнул, что старинные дачи сносить не планируют, а после строительства их якобы должны реставрировать. Но относительно дома Андреевского, по разработанным чертежам проектировщиков, быть ему детской площадкой площадью более 100 квадратных метров. Точнее, площадки быть, а памятнику архитектуры нет. Сейчас у застройщика как были документы на строительство и согласование этого процесса, так и остаются. Один из документов, который мог этому помешать, одесские специалисты не исправили. Добавим, на встрече членов совета присутствовала и представительница компании, которая разрабатывала эту документацию, Елена Сердюк, которая сейчас является подозреваемой по делу о реставрации памятника архитектуры дома Русова. Она признала, что путаница адресов, статуса памятников архитектуры и другие ошибки в этом проекте возможны. В четверг, 4 марта, в Одессе произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Около 9.30 утра водитель внедорожника «Инфинити» ехал по Люсдорфской дороге в районе третьей станции. Он направлялся в сторону площади Толбухина. Автомобиль не уступил дорогу трамваю номер 3 и врезался в него. Столкновение произошло практически лоб в лоб. Из-за этого временно перестали курсировать трамваи номер 3, 13 и 27. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомобиля. Ей оказали помощь медики-скурой. На месте работала следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства трагедии. Многие водители порой нарушают правила дорожного движения. Но соперничество с такой мощной машиной, как трамвай, учитывая габариты и немалый тормозной путь, явно в разы превышающий тот же показатель у современной иномарки, как минимум глупо, а скорее чрезвычайно опасно. И не зеленая стрелка, разрешающая поворот направо, они другие доводы не должны мешать автолюбителям предоставлять преимущество движению трамвая. Одесская мэрия создала все условия для уничтожения города. Старую застройку в центре доводят до разрушения в интересах строительного бизнеса, в том числе памятники истории и архитектуры. Особняк Ильи Яловикова на улице Дедриксона построен по проекту выдающегося архитектора Александра Бернардацы в 1890 году. Он же разработал проект новой биржи, теперь Одесская филармония. Здание пережило две мировые и гражданские войны, все перемены советского времени. А вот сейчас при нынешней городской власти стало ненужным. От последнего учреждения осталось только вывеска. Стоколовыбитый карниз рушится. Полное запустение, как после погрома учененного армией большевиков в каком-нибудь дворянском поместье. Увидев камеру, к нам подошла жительница соседнего дома. Наркоманы точно сюда ходят. Я утром кормлю котов, и за этими воротами сидят два пацана. Лет 15-16 где-то. Вот так вот сидят один возле одного. Я говорю, что вы здесь сидите, котом не пугаете? А они говорят, ой, не волнуйтесь, мы не колемся. А я даже не подумала, что могут колоться. Мы в туалет хотим. И пошли за дом. Кто вот этот дом выкупил, они что, хотят уничтожить памятник архитектуры? Я не понимаю. Ну, наверное, так, иначе никак не поймешь. Эти слова для нашей мэрии, а для всех адеситов историческая справка. Первый хозяин дома Илья Еловиков, инженер, сын владельца чугунно-лисейного и механического заводов Никиты Еловикова. Их предприятие, в числе прочего, прославилось изготовлением чугунных изделий, лестниц и решеток. Они сохранились во многих зданиях города. Илья Никитич Еловиков был депутатом Одесской городской думы, членом Императорского русского технического общества, входил в дирекцию Императорского русского музыкального общества, а позднее стал высепрезидентом Одесского автомобильного общества. Дом же его – произведение архитектурного искусства. Таким он был при хозяине. Наша власть довела памятник до состояния развала. Сюда, как будто не ступала нога человека, по крайней мере, лет 50. Еще за день до нашего прихода ворота открывались, а потом кто-то повесил сразу два замка, чтобы надежно скрыть от одесситов позорную разруху. Естественно, предположить, что участок нужен под застройку. Места во дворе много, и туда уже тянутся чьи-то длинные загребущие руки при помощи мэрии. Последствия засухи, отмена пошлины на ввоз европейских вин и отсутствие поддержки государства привели сферу виноградства и виноделия к угрозе исчезновения. Одесская область – ведущий регион виноградарства и виноделия в Украине. Ведь в области расположено около половины отечественных виноградников. Однако сейчас сфера находится в кризисе. Сезон 2020 года стал для виноделов настоящим испытанием. Из-за засухи объемы урожая уменьшились в пять раз. Вдобавок к этому, с 1 января 2021 года в Украине действует нулевая пошлина на ввоз вин из Европейского Союза. Это при том, что с 26 января 2021 по постановлению Кабмина минимальная розничная цена за одну единицу алкогольной продукции в Украине выросла с 89 до 109 гривен. Поэтому депутаты областного совета обращаются к правительству с просьбой вернуть пошлины на импортные вина, снизить налоги для украинских виноделов, в том числе отменить марки акцизного налога для натуральных вин, разработать систему страховых компенсационных выплат в случае неурожая и установить минимальную обязательную долю отечественных вин в ассортименте предприятий розничной торговли. Отметим, туристов интересуют именно местные вина, ведь это одна из составляющих национальной культуры. Качество одесских напитков признали и за рубежом. А несколько лет назад Одесский регион получил грант от ЕС на создание аутентичных гастромаршрутов области. Патрули остановили водителя за нарушение правил дорожного движения и сами того не ожидая обнаружили в багажнике его авто около ста свертков с метадоном. Теперь нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией. Инцидент произошел в Белгороднестровском. За рулем автомобиля находился 46-летний мужчина. Он нарушил правила дорожного движения и при общении с патрульными сильно нервничал. Как оказалось, не зря. Стражу порядка насторожило поведение водителя, и они приняли решение осмотреть автомобиль. В результате чего обнаружили около ста свертков с метадоном. Это подтвердил экспресс-тест. Прижимаем, да. Здесь, видите, написано, надо раздавить, пока мы не лопнем. Раздавливаем, да, капсулу под номером 1 и немного встряхиваем. Буквально через пару секунд, видите, окрасилось было белое, стало ярко-фиолетовое. Появление пупурно-фиолетового окрашивания указывает на алкалоид, основной потенциальный наркотик. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к указанному преступлению. А задержанному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Несколько мужчин в четверг днем избили и ограбили Одессита. У пострадавшего украли 3000 долларов. Бандиты попали на камеру видеонаблюдения. Все опаснее становится жить в Одессе. Горожане обзаводятся камерами наблюдения, но часто опознать преступников является невозможным. Видимо, этим часто и пользуются криминальные таланты, позволяя себе нападать, грабить и наносить увечья даже средь бела дня. Так на улице Балковской несколько мужчин днем избили и ограбили Одессита возле магазина автозапчастей. Об этом сообщает издание в городе со ссылкой на запись камеры наблюдения. Нападение произошло в 11.37 возле дома номер 97. Бандиты поджидали в автомобиле, пока их жертва выйдет из своей машины. Они набросились на мужчину, сбили его с ног и пытались вырвать в него сумку. Мужчина сопротивлялся, но удержать ее не смог. Трое преступников реализовали запланированное и скрылись на автомобиле. Первая часть композиции «Дочь» появилась под Одессой в ноябре прошлого года. А уже сейчас на свои места встали стальные профили отца, матери и сына. В среднем высота каждой фигуры 10 метров, а средний вес – 1000 килограмм. Вот такая массивная семья появилась в фонтанке. Скульптуры цикла выполнены в разной цветовой гамме. Не просто для того, чтобы привлечь внимание, а каждая из них несет смысловую нагрузку. Как отмечает Милов, философия проста. Отец смотрит в небо, мать на землю, а углы зрения детей – как компромисс между взглядами их родителей. Цвета тоже не случайны. Аквамариновая мама – между зеленой листвой и морской водой, как основа жизни. Отец – между голубым и синим, как стремление в небо, а также символика взлетов и падений. Оранжевый сын – как лето и солнце, символ будущего рассвета. А розовая дочь – манжета – искусственный цвет, без которого напечатанные картинки не передают реальный цвет. Как баланс между знанием и природой. По словам скульптора, основой для формы стел стали профили и характер реальных членов его семьи. Отметим, Александр Милов презентовал проект своей новой работы – шестиметровой скульптуры комара, которую планируют установить на Кубинской косе в Николаевской области. Подробнее об этом мы расскажем вам в следующем выпуске новостей. Хороших вам выходных, всего доброго и до новых встреч в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 6 марта в Одессе переменная облачность. Ветер северный – 7,14 м в секунду. Температура воздуха ночью – 1,2, днем – 3,5 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова